Итак, всем снова привет! Вы на канале Skyward, с вами я Вадим, и я продолжаю вас знакомить со страницами книги от Харуки Мураками «Бесцветный цкур от Адзаки. Годы его странствий». На очереди следующая глава этой книги. Не буду тянуть время, а продолжу. В семь утра зазвонил телефон. Ицкуру открыл глаза. Спал он очень долго и крепко, и под тело растеклась уютная Истома. Он принял душ, побрился, почистил зубы, а Истома всё не проходило. Небо затягивали плотные тучи, но дождём, похоже, не пахло. Одевшись, Цкуру спустился в буфет и съел несложный завтрак. В десятом часу он отправился в офис к Ольге. То была крошечная контора в домике на склоне холма, и кроме самой Ольги там работал только один сотрудник. Долговязый мужчина с рыбими глазами. Когда Цкуру вошёл, тот объяснялся с кем-то по телефону. На стенах вокруг висели красочные плакаты. Пейзажи Финляндии. Ольга вручила ему несколько распечаток, подробную карту местности. И если двигаться от Хаменлины вдоль берега озера, скоро попадёшь в совсем небольшой городок, где и находится дача семи Хайтенена. На этом месте Ольга ручкой поставила крестик. Озеро было узким и длинным, как река. И тянулось куда-то далеко, за пределы карты. Видимо, сотни тысяч лет назад на этом месте полз ледник. «Думаю, вы не заблудитесь», — сказала Ольга. «Финляндия не Токио или Нью-Йорк. Дороги почти пустые. Просто следующим указателем стараешься не врезаться в лоси. И всегда добираешься куда нужно». «Большое спасибо», — сказал Цкуру. «Машину я вам забронировал. «Фольксваген Гольф. Всего две тысячи километров пробега». «Даже скидку выбила. Хоть и небольшую». «Замечательно. Я вам очень обязан. Желаю, чтобы все у вас сложилось удачно. Раз уж специально в такую даль ехали». Ольга лутяжарно улыбнулась. «Если возникнут сложности, звоните мне сразу». «Так и сделал, обещал он». «А насчет лосей осторожнее». «Очень глупые звери. Старайтесь сильно машину не гнать». Они пожали друг другу руки и расстались. Фирме по аренде автомобилей им выдали почти совсем новенький гольф. И сотрудница за конторкой объяснила, как доехать от центра Хельсинки до скоростного шоссе. Немного запутанно, но разобраться можно. А уж на самом шоссе не забудешься и при желании. Под музыку по радио он поехал по Хельсинки на запад, стараясь не выжимать больше ста. Почти все машины обгоняли, но ему было все равно. Не водил он уже давно, а тут еще и руль слева. Тем более, что Хайтаненом он хотел прибыть, когда уже пообедают. Времени много, торопиться некуда. Передавали классику, легкий, немного манерный концерт для трубы с оркестром. По обеим сторонам шоссе тянулся лес. Похоже, сочная, пышная зелень, национальная особенность финских трасс. В основном березы в перемешку с соснами, елями и кленами. Сосны высокие, корабельные, а березы огромные и раскидистые. В Японии таких не встретишь. И еще какие-то лиственные. Хищные птицы с огромными крыльями плавили на ветру, высматривая на земле добычу. Иногда за окном виднелись фермы, просторные дома на пологих холмах. Долгие ограды загонов для скота и скошенные травы, аккуратно уложенные каким-то механизмом в огромные круглые скирды. Хамелин он приехал к двенадцати дня. Оставил машину на стоянке и минут пятнадцать бродил по загороду. Заглянув в кафе на центральной площади, выпил кофе, съел курасан. Рогалик оказался слишком сладким, зато кофе крепким и вкусным. Небо над Хамелиной, как и над Хельсинки, затягивали плотные тучи. Вместо солнца лишь тусклое оранжевое пятно. От поднявшегося ветра на площади стало зябко, и цкуру натянул тонкий свитер. Туристов в Хамелине он почти не встретил. Только люди в повседневной одежде иногда проходили с магазинными пакетами в руках. И даже на главной улице городка виднелись витрины и предлагали отнюдь не сувениры, а самые обычные вещи для местных жителей, обитателей летних дач. На другом краю площади стоял христианский собор, массивный, с большими округлыми куполами. Черные птицы с тайками точно в волны прибой переносили с купола на купол и обратно, а белые чайки, разгуливая по каменной площади, цепкими взглядами наблюдали за окружающим миром. Неподалеку от площади с несколькими лотков торговали овощами и фруктами. Скоро купил пакет вишни, сел на скамейку, принялся есть. Пока он ел, две девочки лет десяти, стоя чуть поодаль, с любопытством его разглядывали. Наверное, в этом городишке нечасто появляются азиаты. Одна девчушка высокая и маловидная, другая загорелая и все в веснушках. Обе с длинными косичками. Скоро широко ему улыбнулся. Любопытные слоночайки обе осторожно подошли к нему. — Китаец? — просил высокая по-английски. — Японец, — ответил Скоро. — Похоже, но немножко не то. На их мордашках поступило непонимание. — Вот вы кто! — Русские? — спросил тогда Скоро. — Мы финки. Выпорила веснушатая. — Видите, и у вас тоже самое, — сказал Скоро. — Похоже, но немножко не то. Они закивали. — А что вы здесь делаете? — спросила веснушатая, так словно тренировала английскую грамматику. — Наверняка учат в школе английский, вот и решила потренироваться на иностранце. — Приехал встретиться с другом, — ответил Скоро. — А вы долго летели сюда? — поинтересовалась Высокая. — Одиннадцать часов, — сказал он. За это время два раза поел и посмотрел кино. — Какое кино? — Крепкий орешек. — Двенадцать. Они, похоже, остались довольны. Взялись за руки и убежали с площади, болтая юбочками, как перекати поле на ветру, не делая из жизни никаких вселенских выводов. Скоро с облегчением вздохнул и доел вишню. К даче Хайненов он подошел в половине второго. Найти ее оказалось не так легко, как наделась Ольга, ибо ничего похожего на дорогу туда не вело. И если бы не сардобольный старичок, попавшийся на пути, Скоро мог бы искать этот дом до скончания века. Заметив, как Скоро остановил машину и завесь над картой из гула, этот крохотный старичок в линялой охотничьей шапке и резиновых сапогах подъехал к нему на велосипеде. Из его ушей торчала буйная седая растительность, а глаза были налиты кровью. Так, словно он на кого-то ужасно злился. Показав ему карту, Скоро сообщил, что ищет дом господина Хайтенена. «Это не только вам, давайте покажу», – предложил старик по-немецки, затем по-английски. Не дожидаясь ответа, он прислонил тяжелый черный велосипед к ближайшему дереву, забрался на пассажирские сиденья гольфа и корявым, как старый сучок, пальцем ткнул куда-то вперед. Там, куда он указал, деревья расступались, открывая проселочную дорогу, а точнее, просто две колеи, между которыми зеленел высокий бурьян. Скоро поехал по ним, вскоре показалась развилка. Впереди из земли торчал деревянный столб со стрелками вправо и влево, на которых краской вручную были написаны имена. На стрелке, смотревшей вправо, значилась фамилия Хайтенен. Скоро поехал вправо, пока не вырулил на большую поляну. За березами стволами сверкала на солнце озерная гладь. К маленькому деревянному причалу была пришвартована пластмассовая лодочка горчичного цвета, совсем простенькая, порыбачить на досуге. Тут же на берегу стояла маленькая хижина с четырехугольной кирпичной трубой. Рядом припаркован белый минивэн Рено с хельсинскими номерами. «Вот он, дом Хайтенена», — угрюмый сообщил старичок, и, надвинув шляпу на уши так, словно собирался бороться с лютой метелью, смачно сплюнул себе под ноги, жесткой, как камень соляной. «Спасибо», — сказал ему цкуру, «давайте я отвезу вас обратно к велосипеду. Дорогу я уже заполню». «Нет, не нужно. Вернусь пешком», — сериета прокаркал старик. Смысл его карканья показался именно таким, хотя и на языке, который цкуру не знал. На слух прозвучало совсем не по-фински. Не оставив даже пары секунд для рукопожатия, старик выскочил из машины и широким шагом, не оглядываясь, двинулся прочь, будто сама смерть, только что объяснившая умершим, как переправиться на тот свет. Сидя в гольфе на обочине среди летней травы, цкуру проводил взглядом старика, потом вышел из машины и глубоко вздохнул. Здешний воздух был куда чище, чем в Хельсинки. Свежий, словно только что изготовленный. Мягкий ветерок покачивал ветви берез и постукивал бортом лодки деревянным причалом. Где-то вдалеке резко скрикивали птицы. Он посмотрел на часы, не прошел ли уже обед. Скура немного колебался, но больше делать все равно было нечего. Он решил навестить Хайтанена. Прямо сейчас вступил в зеленую траву и направился к хижине. На солнышке у крыльца дремала собака, маленькая, с длинной коричневой шерстью. При виде скуры она вскочила и залаяла. Была она не на привязи, но тявкала так беззлобно, что скура спокойно дошел до крыльца. Лай вероятно услышали у домика. Не успел скуру шагнуть на ступени, как дверь распахнулась. И в проеме показался мужчина с гутой золотистой бородой. Лет 45. Не очень высокий, с длинной шеей и плечищами, похожими на огромную одежную вешалку. Шевелюра все та же золотистая, напоминала свалявшуюся щетку. Из-под нее выглядывали чуть заостренные уши. Клечатая рубашка с коротким рукавом, линялые джинсы. Не убирая пальцы с дверной ручки, он смотрел на скуру, а потом окрикнул собаку, и та унилась. Hello, сказал цкуру. Konnimiutiva, отозвался по-японски мужчина. Konnitiva, перешел тогда на японский, и цкуру, здесь живет господин Хайтенен. Совершенно веро, ответил хозяин на беглом японском. Edward Hightenen, это я. Цкуру поднялся по ступеням, протянул мужчина руку, и тот пожалует. Меня зовут Цкуру Тадзаки, представился цкуру. Цкуру в смысле создавать? Да, именно тот иероглиф. Хозяин широкнул, улыбнулся. Я тоже кое-что создаю. Отлично, сказал цкуру, как и я. Собака сбежала на колецо, потер с головой ногу хозяина, потом точно та же, а ногу цкуру. Яна радует гостью. Цкуру протянул руку, и потерпел ее по загрюк. И что же создает цкуру сам? Строю железнодорожные станции, ответил цкуру. О, кстати, а вы знаете, что первую железнодорогу в Финляндии проложили как раз между Хельсинки и Хайменлинной. Поэтому местные жители очень гордятся своей станцией. Почти не так же, как домом Сибелиуса. Так что вы приехали и в очень правильное место. Что вы говорите? Интересно. Не знал. А что же создаете вы, Эдвард сам? Леплю посуду из глины, ответил Эдвард. По размерам, конечно, со станциями не сравнить. Ну что же, входите, Тадзаки, не помешаю. Нисколечко Эдвард измахнул руками. Здесь всегда всем рады. А все, кто что-нибудь создает, наши друзья. Таким мы рады еще больше. Людей в жилище не оказалось. На столе чашка с кофе и раскрытая книга в мягкой обложке на финском. Эдвард предложил скорую стул, а сам сел напротив. Заложив страницу закладкой, он закрыл книгу и отодвинул в сторону. Кофе предложил он. С удовольствием. Согласился скорую. Эдвард встал, подошел к электрической кофеварке, налил чашку кофе, поставил на стол перед скорой. Сахар, сливки. Нет, спасибо. Просто черный. Кремовую кружку для кофе явно лепили вручную. Причурливой формой с изогнутой ручкой, но держать в пальцах очень удобно. В ней так и читалась какая-то неуломимая интимность. Нечто вроде домашней шутки, понятной только членам семьи. Эту чашку вылепила моя старшая дочь, с улыбкой сообщил Эдвард. Обжигал, конечно, и я, но все-таки. Глаза его были светло-серыми. Удачное сочетание золотистой шевелюры и бородой. Цкуру невольно залюбовался. Определенно, таким людям, как Эдвард, леса и озера подходит больше, чем мегаполисы. «Как я понимаю, вы приехали пообщаться с Эри», уточнил Эдвард. «Да, у меня Кэрри Сан разговор», ответил Цкуру. «Она сейчас здесь?» Эдвард клянул. «Здесь, гуляет с дочками после обеда, наверное, у озера на поляне. Там прекрасно гуляется. Собака вернулась раньше, как всегда, значит, и они вот-вот появятся». «У вас прекрасный японский похвалял Скоро». «Я прожил в Японии пять лет. Сначала в Гиффу, потом в Нагое. Осваивал японскую керамику. Если б не учил язык, ничего бы и не получилось. И там вы встретились с Эрисан?» Эдвард рассмеялся очень светло и душевно. «О да!» И сразу любился без памяти. Восемь лет назад мы женились Нагое, а потом переехали в Финляндию. И с тех пор лепим посуду здесь. Вернувшись, я какое-то время работал дизайнером на фабрике «Арабия». Но уж очень хотелось заняться чем-то своим. Вот и подался фрилансере. Еще дважды в неделю читаю лекции в университете. «И каждое лето приезжаете сюда?» «Да?» «Сначала июля посередину августа мы здесь. Неподалеку у нас друзья большая мастерская. Там я работаю с утра, а обедать прихожу домой и оставшийся день до вечера с семьей. Гуляем, читаем книги, иногда все вместе рыбачим. Здесь очень красиво». Эдвард жизнерадостно улыбнулся. «Спасибо». «Да, тихо и работа спорится. Мы живем простой жизнью. Детям нравится. Эта природа их родной дом». Вдоль выбеленных стен ближе к потолку тянулись деревянные полки, на которых стояла посуда. Почти никаких других украшений в доме не было. Простые круглые часы на стене, да музыкальные центры со стопкой компакт-дестов на старом массивном комоде. «Примерно треть того, что на этих полках создано руками Эри», сказал Эдвард с гордостью в голосе. «У нее, как бы лучше сказать, природный дар, врожденное чутье. Мы с ней выставляемся в нескольких магазинах Эльсинки и кое-где ее работы куда популярнее моих». Скоро слегка пишу. «Черная лепит из глины посуду». «Вот уже не знал, что он обожает керамику», сказал он. «Влеклась она этим не сразу», пояснил Эдвард. «Уже после обычного университета поступила в Институт искусств IT на отделение прикладных ремесел. Там-то мы с ней встретились». «Вот как? Я-то знал ее только лет до двадцати. Так вы с ней школьные друзья». «Именно». Скоро Тадзаки сан. Этот будто заново покатал этими язык и прищурился, поролся в памяти. «А знаете, мне ведь Ирия о вас рассказывала, вы один из той неразлучной пятерки, верно?» «Да, все так, нерушимый союз пятерых. На нашу свадьбу в ногой из вас четверых пришло трое, красный, синий и белый. Так кажется, ребята с цветными фамилиями». «Точно», сказал Скоро, «я, к сожалению, не смог». «Но зато сейчас сумели вырваться». Эдвард радушно улыбнулся. По его золотистому сам пробежал яркий искр, как под рывом в косле. «Так вы, Тадзаки сам, путешествуете?» «Ну да», «Только ответил Скоро объяснять, как все на самом деле пришлось бы слишком долго». «Отправился мир посмотреть, заехал в Хельсинки, подумал, что неплохо бы в кои-то веки свидеться с Ирией. Вот в итоге к вам и добрался. Решал я все-таки как-то спонтанно, поэтому заранее предупредить не успел. «Надеюсь, вы не в обиде?» «Что вы? Какие обиды? Да мы просто счастливы, что вы добрались к нам через полмира. Как удачно, что я сегодня решил остаться дома? Вот Ирия обрадуется. «Хорошо, если так, подумал Цкуру. А можно взглянуть на ваши работы?» спросил он, показывая на полке вдоль стен. «Конечно, берите в руки, не стесняйтесь, ее работы и мои стоят вперемешком, но их можно легко различить по ощущению. Думаю, вы сразу разберетесь, где чье». Пройдя вдоль пола, Цкуру разглядывал керамическую посуду. Чашки, миски, тарелки, иногда попадались вазы и кувшины. Как сказал Эдвард, авторство каждого мастера угадывалось с первого взгляда. Гладкая фактура, постельные тона – это, конечно, работы мужа. Цвета, где гуще, где прозрачнее, пересекают из оттенка в оттенок неуловимо, как ветер или вода, при этом никаких рисунков, узоров или орнамента. Натуральный цветовой переход – рисунок сам по себе. Создание же всех этих переходов высочайшего мастерства. Это Цкуру легко представил даже ничего не смысля в керамике. Намеренно скупой, без украшательства, дизайн и ласкающая в пальце поверхность – вот что отличало творение Эдвард. Несомненно, в основе своей они питались традициями Северной Европы, но их отрешенная простота говорила о влиянии японской гончарной школы. Удивительно легкие сами ложатся в руку, очаровывают проработкой деталей, настоящие шедевры. На такие способны очень немногие мастера. Нечего говорить, на фабрике массового производства природный дар Эдварда просто никому бы не пригодился. Посуда Эре была куда проще технически явно проигрывала работам Эдварда в изяществе филигранности. Грубоватые, с толстыми стенками и неровными краями, ее кружки и тарелки никак не дотягивали до столь же пронзительного великолепия. И все-таки от них исходила некая чудесная расслабляющая теплота. Их диспропорции и шероховатости успокаивали, как одежда, сшитая из натуральных тканей, или перила веранды, на которых можно сидеть и разглядывать плывущие по небу облака. На ее посуде, в отличие от керамики мужа, рисунки были всегда. На каждую чашку или тарелку будто случайным ветром нанесло листьев. И то рассело, как попало, то собрало в единый клубок мелких и заковыристых. Эри разбрасывала их по общему фону в самых разных сочетаниях, а зрителю эти композиции казались то ностальгическими печальными, то веселым буйством фантазии. Пожалуй, нечто пытаясь понять, из каких же элементов эти рисунки стоят, Скуру подносил их как можно ближе к глазам, но чем пристильнее смотрел, тем лишь больше запутывался. Какие-то непонятные загогулинки не более, а глянешь издалека обычные полы листья в осеннем лесу, по которым беззвучно крадутся безымянные дикие звери. Для нее, в отличие от мужа, цвет служил не более чем фоном для рисунков. Как оживить изображение, как заставить его поступать из глины в нужном виде, зависело от правильно выбранного оттенка. И хотя краски на ее посуде всегда были бледными и невнятными, сами рисунки от этого только выигрывали. Перебирая в руках посуду Эдварда и посуду Эри, Скоро сравнивал то и другое на глаз. Должно быть, эта пара достигала подобного баланса и в жизни. Контраст между их работами лишь подчеркивал, каждый из них творит в своем стиле, но искренне радуется тому, что отлично получается у другого. Возможно, в том, что я хвалю работу своей жены, есть что-то неправильное, сказал Эдвард, наблюдая за реакцией от Скоро. Как это по-японски? Кумовство, да? Но Скоро лишь усмехнулся и ничего не ответил. Но я говорю не как муж. Я взаправду обожаю ее творение. Наверняка очень многие могут взять посуду и поизященному, но в том, что делает она, не тесно. Там много свободного места, простор для души. Жаль, не могу выразиться конкретнее. Очень хорошо понимаю, о чем мы заверливать Скоро. Именно эта способность и послала и свыше. Он указал пальцем куда-то в потолок. Дар небес. Я даже не сомневаюсь, что дальше как художник она будет только расти. Свободного места у нее впереди хоть отбавляй. Дороже залаялась собака, очень радостно и дружелюбно. О, а вот и Эри с дочками сказал, Эдвард обернулся к дверям, встал и направился к выходу. Скоро осторожно поставил очередное творение Эри на полку и, не двигаясь места, стал ждать, когда она появится на пороге. на пороге. Ну что ж, дорогие мои, это была очередная глава писателя Харуки Мураками и вы были на канале Skyward, с вами был я, Вадим. До скорых, скорых встреч. до конца книги осталось совсем немного. Я надеюсь, вы помните, я просто каждый раз говорю, что в прочтении будет устроен такой маленький конкурс и тем, кто угадал место локации, где я читаю эту книгу, от меня будет подарок две моих книги, моих личных стихов с авторской подписью. На этом я с вами прощаюсь, но ненадолго. Всех жду обратно. Всем пока!